Бамс, ребятки, всем привет, с вами Дава Дым и сегодня мы находимся в магазине Ротана Хукашоп, который находится по адресу проспект Достык 162 корпус 4. Также у ребят огромная сеть по всему Казахстану и только в одной Алмате 5 точек. И сегодня у нас на обзоре наконец-то мои шаловливые ручки добрались до этого скандального кальяна под названием Роден. Этот кальян из Украины и его стоимость 40 с плюсом тысяч рублей. Давайте же посмотрим, что за 40 тысяч рублей ты получишь и на чем ты будешь курить. Также попробуем найти минусы, найти плюсы и понять, стоит этот кальян своих 40 тысяч рублей или же все-таки не стоит, это просто обычный кусок камня. Что у нас? Давайте смотреть сразу с коробки. У нас вот такая вот большая коробка, очень похожая на коробку от компании Вука. Только здесь, конечно, побольше и подороже, чем Вука. Так, вот так вот, ребятки. Она реально здоровая и ее прям просто по кайфу открывать и смотреть, что там внутри. Картончик очень-очень толстый, очень-очень бодрый и открывается она прям, знаете, типа, бля, ебать, ты потратил 40 тысяч рублей и явно тебе не бумагу, бля, мять. Вот так это у нас все опрокидывается. Здесь сразу у нас лежит брошюрочка и ты вроде думаешь, ебать, нахуя мне эту бумажку читать с каким-то непонятным текстом. Но когда ты открываешь, здесь у тебя прикольная графика. Красивенькая, симпатичная. И давайте посмотрим, что Роден пишет нам в своей брошюрке. Эмоции навсегда. Эргономика. Уникальное и комфортное расположение и крепление мундштуга. Нержавеющая пищевая сталь. Что касается дизайна, гармония форум достигнута благодаря применению правила золотого сечения при создании кальяна. Вот так вот, нахуй, вам не хухры-мухры, блядь. Системный контроль качества, то есть, типа, каждый кальян проверяют. Профессиональный гидрогазодинамический расчет всех узлов и элементов. Я думаю, это вообще лишняя курица. Хорошо, не курица. Плохо. Стиль. Как сказал Саня, нахуй, либо делай стиль, либо иди нахуй. Кальян выделяет современным и утонченным внешним видом. А также здесь идет пищевой силикон, ударопрочная колба, пищевая нержавеющая сталь. Я бы, на самом деле, опрокинул бы сейчас колбу об этот кафель в ротане, но я не вижу смысла потом башлять 40 тысяч. Это, кстати, один из минусов колбы, что если ты ее как-то умудришься расхуярить, то все, братишка, ставь его вон туда, в огород, пускай там красуется. Вода 110 миллиграмм. И здесь прям четко подмечено 110 миллиграмм. Вот я сейчас объясню, почему. И, наверное, индивидуальность. Ручная работа при изготовлении каждого кальяна гарантирует его неповторимость. Да, потому что он из камня и рисунок у него, соответственно, неповторимый. Так сказать, уникальный. Так, что мы здесь видим? Мы здесь видим первую партию поролона. Здесь у нас идет мундштук, шланг и коннектор под чашечку. Давайте, собственно, вначале разберем все это и посмотрим. Мундштук тоже сделан из камня. Я взял у ребят на выбор белый цвет. У них есть еще как минимум три других цвета, но мне именно захотелось показать вам белый. Если присматриваться примерно вот все вот эти вот элементы, то видно глубину рисунка, и это такой, знаете, искусственный камень. Что касается самой металлической пипки из нержи, то здесь она отполирована, прям блестит-блестит. Ну и, соответственно, коннектор под шланг тоже блестит-блестит. Что касается шланга, он здесь обычный, немного софт-тачный, и мне кажется, что он чуть-чуть короче, чем остальные шланги. Ну, на вид-то кажется. Знаете, почему он короче? Потому что этот кальян сделан для того, чтобы ты курил его один, а не со всякими плебеями. То есть ты куришь и все за 40 тысяч. Что касается коннектора под чашечку, то здесь ребята как-то не очень аккуратно его полирнули. То есть, ну, очень странно смотреть нехуево на полированный мундштук и хуево отполированный коннектор под чашку. Так, мы добрались до конца первого слоя, и сейчас идем уже во второй слой. И здесь мы видим вот такую вот картину. Здесь у нас кальян, он в чехле, чехол фирменный, и идет в комплекте, чтобы ты свой камушек дорогой не зацарапал, потому что ты башляешь за него почти чуть больше 40 тысяч. Помните, я упоминал про то, что здесь нужно наливать 110 миллиграмм? И здесь есть мерный стаканчик. Не какой-то обычный пластиковый стаканчик, а охуительный. Мерный стакан из стекла, как будто спизженный с кабинета химии в твоей средней школе. Также забрендированный Роденом. И у него 600 миллиграмм здесь. То есть, грубо говоря, ты наливаешь 600 и 502 стакана в колбу. Но я считаю, что пользоваться мерным стаканом у дел лохов, потому что настоящие трушные кальянчики, конечно же, все хуярят на глаз и на бурление. Так, в принципе, мы все разобрали. Здесь ничего больше интересного нет, кроме блюдца. Давайте мы вытащим сейчас Роденчик. И главное, не разъебать витрину стеклянную. Так, все с коробкой мы решили. Идем к блюдцу. Блюдца, ребятки, я уже подглядел. И угадайте, что я скажу по блюдцам. Да, блюдца у блюдца. Уебская, нефункциональная блюдца. То есть, оно полностью прямое. И единственное, для чего это блюдца служит, только для одного. Это вот так вот вешать свой мундштук. Почему вешать? Потому что этот кальян ты должен курить один и ни с кем не должен делиться. Не хочешь курить, ты его просто вот так вот вешаешь. Принт крутой. Блюдце тоже хорошо наполированное, но форма, ну, отстойная. То есть, ну, кальянщики поймут, что такое блюдце, оно минимально нефункциональное. Также сюда даже положили поролон. Естественно, за 40 тысяч без поролона никуда. И теперь давайте идем к самому красивому эмоций навсегда. Это тебе не задрыпанной альфа-хуки, кури, да? Это Родайн. Вот так вот мы открываем, и перед нами красуется вот такой вот красавчик. В целом, выглядит здорово, но его функциональность и мобильность сразу теряется, как только ты его поднимаешь. Он тяжелый, громоздкий и реально предназначен, я считаю, либо для дорогих заведений, да, где он подойдет по интерьеру, по эстетике. Но для обычных халтурных кальянных этот кальян ни к чему. Для дома тоже подойдет, если у вас мраморный пол, камин и все остальное тоже зайдет. Как раз можно еще под паркетик подобрать и так далее. Что мы имеем? Пищевую нержу, логотип, вот здесь есть зазорчик и это и есть клапан. И, соответственно, у нас есть коннектор под шланг, и шланг у нас не на магнитах, не под какой-то коннектор, не на клике, ни на чем другом. Ты просто сюда вставляешь шланг. И в этом есть огромный минус. Рано или поздно родному роденовскому шлангу, который идет с правильным сечением под правильное, грубо говоря, диаметр основания коннектора под шланг, придет пизда. Ты купишь другой, а он окажется буквально на миллиметр меньше, и ты один раз засунешь, покуришь, забудешь на вечерочек и больше никогда его нахуй не снимешь. Потому что даже если обрезав, ты не сможешь его подковырнуть, я считаю, что это огромный минус в данном случае. Так, давайте мы его раскрутим. По резбушечкам, по качеству все идеально. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть, блядь, вот такая вот дырень, что кардинально портит курение данного кальяна. Плюс немного неправильная форма колбы, что, знаете, создает такую какую-то подушку при курении, так бук-бук-бук-бук-бук, что не очень тоже круто курится. Клапан здесь тоже сделан довольно-таки примитивно. Шарик видно. Ну, а может, это и к лучшему, что его легко прям выпрямить, и он не западет. Я уверен, что он раскручивается, и можно добраться до шарика, но я этого делать не буду. По резбушечкам у ребят тоже все окей. Колба у нас тоже получается из искусственного камня. И вот так вот, собственно, она выглядит. Здесь у нас получается резьба. Резьба сделана тоже очень четко, очень гладко, без всяких дефектов. И лоховской стаканчик. Да, я его буду называть лоховским, потому что я сейчас могу пойти и залить сюда ровно столько воды, только лишь слышу, как вода туда заливается. Что мы сейчас, собственно, и сделаем. Мы сейчас пойдем забьем чашечку, зальем воды, попробуем безмерного стаканчика. Я определю, лох я или нет. Ребята проконтролируют. И раскурим его и посмотрим его уже курительные характеристики. Так, ну мы его забили. Я залил воду без мерного стаканчика за раз идеально, не сливая, значит я не лох. Поэтому этот стаканчик, как говорится, и покажет, кто лох, а кто не лох. Так, что у нас есть? Собрали мы его. Получается, я здесь сейчас один. То есть это кальян эгоиста. Я вот так вот покурил. И вот так вот его повешал. И все, чтобы, не дай бог, кто-то к нему прикоснется, потому что я отдал за него почти 40 с плюсом кусков рублей. Либо 250 тысяч тенге, да. И понимаю, что кальян, возможно, стоит своих денег. Как я и говорил, да, если его покупать для себя, для эстетики, то да. Либо в дорогие какие-то заведения, где он будет смотреться идеально. И его можно пропихивать прям чуть подороже. Это же параден, камень. Просто вспомните этот момент, когда раньше темплы продавали там подороже с вами. Так вот, по курительным характеристикам, как я и говорил, тяга здесь очень легкая. Примерно как у кальянов от Ивана. И любителям такой тяги зайдет. Любителям покурить с большим сопротивлением, конечно же, нет. Потому что возникает такое непонятное чувство какой-то пустоты во время курения. Но в целом все здорово. Начиная от вида, начиная от эстетики. И самое главное, заканчивая вот этой вот коробочкой, когда ты ее просто раскрываешь, делаешь анбоксинг. Забыл еще самое главное сказать. Здесь вроде бы картон картоном, а ручка-то кожаная. Понимаешь? Ты вот так вот берешь и идешь. И все вроде думают, какая-то коробка дешманская. А потом видят твою кожаную ручку и понимают, что ты крутой чувак. Но сразу об этом думают. Если он будет пользоваться мерным стаканчиком, каким бы он крутым ни был, он будет лохом. Короче, что по продувке. Как я и говорил, здесь есть такой зазор и можно будет посмотреть, как все это продувается. Продувается красиво. Если бы не вон тот злоебучий кондиционер, то он бы стекал бы прямо так вот вниз на столик и было бы очень здорово. Короче, давайте подводим итоги по кальяну Роден, который у нас делают ребятки из Украины. Пацаны, пройдемся по минусам. Маленькие минусы. Почему-то не отполирован коннектор под чашку. Все отполировано, все блестит, все отражает, а вот коннектор не отполированный. Возможно, что было какое-то сопротивление, какой-то зацеп, но это маловероятно. Вес не совсем удобен, не мобильный. А для особо одаренных минус в том, что колба непрозрачная, пацаны. Вам будет очень сложно. Из плюсов. Внешний вид очень прикольный. Это камень. А, еще один минус. Блюдце, да, то есть оно не функциональное. То есть если у вас уголек упадет, то он упадет куда-то туда, но 100% не останется на блюдце. Мунштук из плюсов очень прикольный. Ну, он такой эргономичный, его очень удобно держать в руке. А, также опять из минусов в том, что здесь нет отдельного коннектора на шланге. Вот сделать Родену рестайлинг и добавить какой-то коннектор совсем масенький. Просто какую-то шайбочку и будет уже просто заебись. А, также здесь, скорее всего, плюсов больше, чем минусов. Ну, и, наверное, цена. То есть если ты располагаешь средствами, то этот кальян можно купить. Если ты не располагаешь такими средствами, но хочешь себе такой кальян, то тут нужно будет подумать. Либо копить, либо уже купить что-то чуть подешевле, но такое же пиздатое. Поэтому, ребятки, это кальян Роден. И моя оценочка у Родена, наверное, 8 из 10. Минус блюдце и минус, наверное, то, что нет коннектора под шланг. Поэтому это Дава Дым, это кальян Ротана, который находится по улице Проспект Достык, 162, корпус 4. Вся остальная информация по магазину в ссылочке. А также не забывайте, что их магазины расположены по всему Казахстану. И ассортимент у них самый лучший. Всем пока-пока. Это был Роден. Все, отыграли. Все, отыграли.